подруги привет и добро пожаловать на мой канал спросите мать чем занимаешься как дела и чего катаешь коляску-то по саду с самого раннего утра а я вам скажу подруги что сегодня у меня великолепное настроение за последние недели моей уже глубокой беременности в третьем триместре настроение вот одно из самых наверное ну позитивных поэтому сегодня я достала свою колясочку бугабу и связи с тем что вот здесь у меня магическим образом в саду появились вот такие две огромные коробки в которых у нас аксессуары для как раз таки мои коляски и еще на манеж от бугабу стардаст вся эта красота прилетела из голландии буквально сегодня добрый самаритянин виде курьера через вот этот двухметровый забор кричала мне и женщина открывай коробки есть для тебя номер телефона не оставили а вот коробки есть я вот в общем говорю сейчас открою и он принес вот эту красоту так что я с большим нетерпением хочу это все распаковать и конечно же все аксессуары которые для моей колясочки на нее установить поставить также люльку и посмотреть как это все дело вместе будет выглядеть ну и в общем поиграть поэкспериментировать ну и надеюсь вам также будет интересно посмотреть что же с этой прекрасной коляской а для погодок либо двойняшек бугабу донки 3 можно сделать и как она может трансформироваться короче ну это же приятные хлопоты правильно правильно так что давайте подружки распаковывать наши коробки и посмотрим что в них внутри подруги смотрите что у нас получилось давайте все по очереди значит первое это вот такие два матрасика breezy они называются эти матрасики предназначены для того чтобы создать более комфортные условия для малыша в теплое время года то есть это когда температура жаркая ну как сейчас например и эти матрасики можно установить практически ну да по все коляске бугабу в том числе и в люлечке то есть не только на прогулочный блок они очень хорошо впитывают влагу и и проводят также регулируется воздух ну то есть они очень хорошо пропускают этот воздух и можно его устанавливать на две стороны и ребенку намного намного комфортнее сидеть вот как я уже сказала в самые жаркие дни потом здесь для нашей донки рэму вот такой вот прекрасный подносик на который можно будет поставить его кружечку и внутрь поместить его снеки это вот прям супер столик который мы заценили еще с фокусом и поэтому я вот и также заказала один для донки дальше держатель для напитка маминого то есть моего и очень крутая штука держатель для телефона с фокусом и хамелеоном своим я его не заказывала но в этот раз я решила что нужно особенно если двое детей телефон имеет тенденцию летать поэтому лучше чтобы он был прикреплен к моей коляске и очень крутая штука это вот такой вот капор летний их тут тоже две штуки но как вы видите все у меня здесь серого цвета поэтому этот по моему тоже короче сейчас мы откроем посмотрим arctic grey по моему цвет безумно крутой капор которым мы пользовались прошлом году с фоксом то есть здесь очень хорошая вентиляция окошки открываются со всех сторон и летом в теплое время года для ребенка но это максимальный комфорт особенно если он спит и еще одна моя любовь это органайзер вот такой вот маленький органайзер который можно прицепить либо нару ручку коляски либо на спинку коляски но в этом случае я думаю мы будем очень часто пользоваться этой сумкой несмотря на то что на донки 3 есть ее родная большая сумка для покупок и вещей в любом случае вот эта штуковина прям must have я действительно и пользовалась постоянно это один из самых мне кажется необходимых аксессуаров для колясок бугабу поскольку именно этот органайзер он но я не знаю кто его проектировал и придумывал но вроде бы простая вещь в то же самое время она просто безумно вместительная и безумно удобная для мамы вот это вот без преувеличений очень крутая штука и последнее что у меня здесь есть вот таких классных чехлах это уже зимние конверты для моих малышей этот конверт также можно поместить и в прогулочный блок и в люльчику ну следовательно детям в самые холодные дни будет супер тепло и комфортно что уж пользуемся нашим донки 3 вот сейчас в таком виде пока у нас здесь стоит наш зимний большой капор у него вентиляционное окно есть это очень здорово но все же для лета конечно же он слишком плотный поэтому его сейчас я буду менять на летний вот она замечательная прекрасная сумка которая говорила она устанавливается варианте моно когда только один ребенок и коляска сложена в более узкий свой режим и внизу еще есть корзина но так как у меня живот достаточно большой и нагинаться к этой корзине он не может то я ее пока не устанавливала она в гардеробе у меня лежит прекрасно но также здесь есть внизу еще корзина ну и давайте сейчас поставлю быстро все аксессуары на эту великолепную коляску также попробую поставить на нее еще и люлечку и вместе с люльчика посмотрим как же это все смотрится а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это просто невероятно прелесть. Я в полном восторге. Давайте пройдемся по очереди, что же здесь произошло и как она у нас видоизменилась. Значит, первое, самое, наверное, очевидное. Я ее расширила и поставила ее в режим для двух малышей. Значит, здесь у нас прогулочный блок для Рэма, который сможет прекрасно сидеть в прогулке и наблюдать за своим маленьким братиком. С ним общаться и присматривать, помогать, так сказать, маме, следить за малышом, чтобы все было в порядке. Второе, я поменяла капоры. Как вы видите, здесь у нас светло-такие красивые, свежие, серые капоры цвета Arctic Grey летнего типа. То есть это капоры, как я уже говорила, с прекрасной вентиляцией, имеющие окошки со всех сторон, таким образом, чтобы малышу было максимально комфортно спать в самые жаркие дни. Ровно такой же капор есть здесь. Первоначально, конечно же, на этой коляске у меня были темно-серые капоры, которые сочетались вот с отделкой остальной коляски. Естественно, это у нас Mineral. Она считается черной, но в действительности цвет такой очень-очень благородный, темный, серый. И ровно так же, как и все остальные капоры Bugaboo, этот летний капор, он имеет возможность расширения, таким образом, чтобы опустить его максимально низко. Видите, он почти что закрытый. Плюс еще потайная история этого капора. Сейчас я ее найду. Не зря она потайная. Ее нужно здесь найти. Вот делается вот это все так. При помощи молнии, значит, он опускается. И вуаля, еще и москитная сетка. Полностью закрывает либо прогулочный блок, либо люлечку. Таким образом, что даже в прогулках в парке в самые жаркие дни никакие комары, осы, пчелы и прочие инсекты, они не попадут в люлечку или прогулочный блок малыша. Вот это, я вам скажу, подруги, действительно гениально. Ну и, в общем, так это все выглядит на прогулочном блоке. Ну и наша люлечка на новой донке 3. Что у нас тут интересного? Значит, крышка самой люлечки, она крепится на новой донке 3 при помощи двух липучек. И только в конце здесь есть небольшая молния. Лично мне это кажется очень удобно, потому что это очень просто. Можешь открыть люлечку, если есть необходимость доступа к малышу. Тебе не нужно там мучиться с молнией, которая вот прям по всей люльке. Здесь с этой стороны можно просто снять, и все, вуаля, крышка снимается. Моя подружка, которая тоже глубоко беременна, у нас одна неделя разница, она, покрутив мою прекрасную донке 3, тоже купила себе такую же коляску. И она отметила, что ей, как ей кажется, лучше, конечно, было бы, если бы молния была вот прям длинная. Ну, не знаю, посмотрим по итогу пользование. И я буду пользоваться. Она будет пользоваться, я у нее уточню через парочку месяцев. Ну, как тебе крышка? Потому что мне действительно кажется, что вот такая коротенькая молния, две липучки, это просто проще ее одевать и ее снимать. Так, ну, как работает капор, мне понятно, поскольку мы в прошлом году с Фоксом пользовались именно этим капором. Но, что мне интересно, посмотреть, как это будет работать именно на люлечке, когда его полностью раскрыть и дать возможность этому капору продемонстрировать все функции. В том числе и москитную сетку для люлечки. Давайте посмотрим. Ну, и по итогу выглядит это все так. Мне кажется, очень достойно и круто. Главное, что выполняет свою функцию. Это самое главное. Ну, и если также есть необходимость, можно вот такое окошко открыть здесь. Вот мама стоит, колясочку качает и видит, что происходит там внутри с маленьким малышком. Это круто. Очень мне интересно посмотреть, какая погода будет в конце сентября, когда родится мой малыш. Поскольку, ну, это уже не такая жаркая погода, но в то же самое время, думаю, что не такая холодная. Поэтому с ним, я надеюсь, мы еще успеем в этом году попользоваться этим капором. Ну, в случае, если нет, то, как я уже говорила, есть у нас родной, вот именно к этой модели, зимний капор и прогулки, и люльки. Ну, и, собственно, сможем пользоваться ими. Что еще? Значит, здесь у меня внутри люльчики, значит, есть вот такой вот прекрасный конверт с фиксацией малыша. То есть тут, возможно, зафиксировать его, чтобы он уж очень плотненько лежал. И скажу сразу, что я отметила для себя. И одна из причин, по которой я выбрала Бугабу, это именно то, что, смотрите, люлечка очень узкая. Многие мамы говорят о том, что это минус, и, господи, эта люлька такая маленькая, узкая. Ребенок там в ней полежит пару месяцев. На самом деле я убеждена, что нет. Почему я считаю, что такого типа люлька для меня и для моего малыша будет идеальной? Во-первых, она очень-очень длинная. То есть в эту люльку до сих пор может прилечь мой Рэм. Он это пытался сделать, проверено. И ребенок до того времени, как он сядет, это приблизительно в 6 месяцев, он точно этой люлькой сможет спокойно себе пользоваться. Второе, почему я оценила и большие надежды возлагаю на то, что эта люлька узкая, просто потому что мой опыт со старшим моим ребенком показал, что широкая люлька не для всех малышей есть хорошо. Рэм, он не мог спать в стандартной широкой люльке обычной коляски. Он по ней возился, он по ней крутился, вертелся, он разбрасывал руки. Ему было крайне неудобно. Ему было слишком много пространства. И я эту люльку вечно наполняла разными пеленками, валиками, тряпками. Ну, в общем, мы уже вот шутили, что ребенок мой шмоточник с рождения. Просто для того, чтобы сократить это пространство и создать для него такую более, ну, уютную люлечку в коляске, чтобы он мог спокойно себе спать и не пробуждаться. Так вот, в этот раз я очень надеюсь, что и второму малышу в такой люлечке будет все-таки удобно. И он тоже будет из тех малышей, которые все-таки предпочитают меньше пространства, больше уюта. И вот эта люлька, мне кажется, просто идеальна для этого. Ну и в конце концов, разработана-то она крутой компанией, не зря. Хотя, следовательно, я все-таки доверяю техническому выбору компании и бренда. Ну, посмотрим. Будем проверять и буду давать свой отзыв. Ровно так же, как и буду спрашивать у своей подруги, которая тоже купила эту коляску, как же у них дела вот именно как раз-таки с размером этой люльки. Потом здесь у меня матрас на матрасник. Все это хлопковое дело утепленное для, ну, как раз-таки такого осеннего времени. Ну и потом уже покажу конверт зимний и посмотрим, как он встанет сюда. Так, ну а для Рэма я установила дышащий летний вот этот матрасик. Им, кстати говоря, мы тоже в прошлом году пользовались с Фоксом. Очень классная штука. Ну и смотрите, как это все здорово выглядит. Что мне нравится, коляска при помощи аксессуаров, она видоизменяется. У тебя есть ощущение, что у тебя новая коляска. Взагляд свежий. Очень приятно смотреть на коляску и кажется, вроде и Нонька купила, а нет, вроде и та же. Короче, наличие разных аксессуаров, оно, конечно, придает этим коляскам вот такой вот новый вид. И для мамы, ну, мне кажется, приятное ощущение от этого. Столик великолепный. Вот он выглядит вот так вот. Это прям тоже мега крутая вещь. Сюда печенюшки, фруктики, ягодки, все что угодно. Закрываем и чашечку кладем сюда. Вот таким вот незамысловатым способом. И все это прекрасно работает. Ребенок в прогулках по торговым центрам, паркам, где угодно может сидеть себе, перекусывать и радоваться жизни. Ну, скажите, не прелесть ли? Мне кажется, прелесть. Поехали дальше. Что же для мамы? Наконец-то мама. Для мамы вот сюда я поставила подстаканник. В комплекте подстаканника три типа держателей. Очевидно, для разных колясок. Вот так вот он стоит здесь для Донки-3. Потом установила уже на держатель вот такой вот великолепный свой телефон. Обещает не падать. И, конечно же, бесподобная сумка. Пока я ее прицепила, ну вот как прицепила, просто чтобы показать принцип ее работы. То есть просто мама ездит с двумя детьми. Надо что-то взять быстро. Хопс, открыла, хопс, закрыла, залезла, посмотрела. Все, что нужно, взяла. Ну вот так она выглядит здесь для бутылочек, для подгузников, для одежды, для сосочек. Короче, место есть для всего. Она вроде маленькая, но, как я уже говорила, она настолько вместительная, что в целом, ну не знаю, вот прям если сильно постараться, ну можно уместить такой минимальный комплект у рюкзака. Пользуясь этой сумкой, поняла, что да, действительно так оно и есть. Ну и последнее, конечно, что я очень хотела посмотреть, это зимние конверты или муфты от, естественно, Бугабу. Я просто, ну, в общем, вы знаете, что я фанат Бугабу. Но от этого качества я просто в полном-полном восторге. Это такая красота. Ну, в общем, я пока поместила вот просто, чтобы дать идею, как это все выглядит. Очень круто, что здесь есть молнии по всей длине. Следовательно, верхнюю часть, если есть необходимость, можно полностью снять. Можно открыть только ножки. Здесь есть кнопки специальные, можно это все дело отворачивать и закреплять. Короче, вот как нужно пользоваться, в какой мере утеплять ребенка, в такой мере его утеплить и можно. Ну и здесь для более взрослого сидящего ребенка, посмотрите, как это все невероятно красиво и круто выглядит. Я, конечно, не могу это качество. Ну и цвет, естественно, я из тех мам, которые не боятся светлых оттенков вещей детей. Вот прям с рождения. С Рэмом мы тоже, когда он только-только, например, начинали прикорм, мы вот прям в белом, в белых одеяниях ели пюре из брокколи. И все было в порядке. Всегда все отстирывала и все смотрелось классно. Поэтому и в случае коляски я выбираю очень красивый светлый оттенок, который мне действительно, действительно нравится. Ну и в сочетании с черным шасси, с черными колесами. Ну, скажите, не великолепно ли это? Я думаю, что прям здорово. Ну все, маленький малыш, ты там в животе, тук-тук-тук. Мы к твоему появлению, в принципе-то, готовы. Коляска есть, все аксессуары есть. Ну вот, сможешь с братом вот так вот гулять и путешествовать. Что осталось еще? Конечно же, наш манеж. И на самом деле то, что приехал наконец-то Стардаст, это меня немного успокаивает. Поскольку наша кроватка приставная для малыша, она пока еще находится в Санкт-Петербурге, и ее ко времени родов должен привезти мой муж. Ну, в общем, даже если как-то так сложится, что муж не успеет, ну, на первое время есть у нас вот такая вот красота. Сейчас покажу, что же это такое. Первое, на что нужно обратить внимание, это, конечно же, транспортировочная сумка. Вот такое вот великолепного качества, в который Стардаст к нам приехал. Сейчас будем открывать и покажу, что же внутри. Ну вот, подружки, как вы уже поняли, Стардаст – это название манежа для малыша. Это просто... Ты оправдал все мои ожидания, и не зря я тебя так ждала. Как он уже складывается и раскладывается за одну секунду вы уже видели. Тут, я думаю, лишних слов не нужно, здесь все понятно. Для чего этот манеж? Естественно, для, например, дневного сна малыша или даже ночного сна малыша, если родители с малышом куда-то уезжают в поездки. Также вот я для себя лично решила, что, ну, почему нет? Прекрасно, дневной сон, вот в таком манеже, на свежем воздухе, в саду. Ну, круто, мне кажется, очень круто. И также здесь есть опция поднять этот прекрасный матрасик и поместить на верхнюю позицию. Это позиция новорожденного малыша. А когда уже малыш постарше, да и, в принципе, новорожденный, он может здесь спокойненько и на животике играть. Прекрасно наслаждаться жизнью, потолком, небом, природой, игрушками. Может быть, сюда можно еще какую-то дугу поставить. Короче, пока мама с папой отдыхают, пьют кофе, а ребеночек спокойно себе лежит через сеточку, дышит, на них смотрят. И все счастливы. Слушайте, вещь просто... Ай, бу-га-бу, я вас просто обожаю. Других слов нет. Мне кажется, вот эти мои восторги, охи-ахи, скоро будут сильно доставать. Но мне все равно, потому что, я не знаю, лучшей истории я не видела. Я установила позицию новорожденного малыша. Значит, уровень повыше поднимается и вот так вот ставится сюда матрасик. Кстати говоря, матрасик крепится на липучках, если на нижней позиции, вот здесь вот, и на кнопках. То есть нужно перевернуть. Вы видели, я переворачивала манеж, отсоединяла эти кнопки. И также я заметила, что весь текстиль, который здесь есть на этом манеже, он также снимается. Его можно стирать ровно так же, как и, в принципе, весь текстиль на колясках. Ну и вот, таким образом, легким движением одной практически руки, здесь я установила второй уровень для сна малыша, совсем маленького новорожденному. Здесь все это крепится на молнию. Также здесь есть специальная защита, чтобы малыш не добрался. Ну что ж, подруги, вот так выглядят эти вещи. Моему любимому партнеру канала, магазину детских товаров «Аланд» и особенно представительству «Бугабу Россия». Огромное-огромное вам спасибо за то, что вы предоставили эти великолепные вещи. Мне доставляет огромнейшее удовольствие их распаковывать, их устанавливать, их собирать, пробовать, обозревать, рассказывать. Ну и в целом тестировать и смотреть, как они работают. Потому что, ну, не знаю, лично для меня и для моих малышей, уже в скором будущем двоих, эти вещи действительно, они работают, ну, великолепно, и они нам подходят на все 100%. Поэтому и для меня огромное удовольствие подруги вам показывать эти необычные, супертехнологичные и невероятно качественные вещи. Я надеюсь, что и вам, подружки, кто задавался вопросом, как это все работает, работает ли так, как говорит реклама, и действительно ли настолько крутые эти вещи, как люди говорят, вот после просмотра этого видеоролика, я надеюсь, вам стало ясно, и вы можете себе ответить на этот вопрос. А мне? Отвечайте в комментариях. Напишите, что вы думаете по поводу Стардаста, что вы думаете по поводу новой коляски Bugaboo Donkey 3, моно и варианте для двоих малышей. Ну и в целом напишите, как вам нравится мой выбор и цвета, и, в принципе, моделей, ну и самого бренда. Буду очень-очень благодарна и уверена, что мы можем по этому поводу подискутировать и найти очень интересные аспекты использования этих предметов. Ну, а на сегодня с моей стороны это все. С вами прощаюсь, желаю доброго дня и увидимся с вами в следующем моем видеоролике. Все по-друге. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!